Всем привет, друзья! Этот ролик, это у нас будет сегодня небольшой отзыв про телефон Doogee S55. Недавно я записывал на него видеообзор и обещал вам сделать еще одно видео после месяца его использования. И значит, у меня есть что вам рассказать. Что же касается защищенности, я вам напомню. Телефон водонепроницаем, противоударный. У него сверху защитное стекло Gorilla Glass 3, вроде, если я не ошибаюсь. И что же касается моего использования, я его ронял. Там есть несколько сколов на боковой грани телефона. Телефон все мои испытания пронес успешно. Он у меня падал с рук, с езды на велосипеде. Когда я ездил на велосипеде на большой скорости, он у меня падал. Все в принципе хорошо, телефон не разбился, он работает замечательно. Сверху телефона у нас есть прорезиненные вставки. Эти вставки выдержали удары замечательно. Есть только, опять же повторюсь, на боковых гранях маленькие сколы. Но они незначительные, их особо не видно. То есть, противоударность телефона я подтверждаю. Телефон противоударный, водонепроницаемый. И насчет этого у него все супер. Что же касается камеры. Их у нас три. Две на задней панели, основные камеры на 13,8 мегапикселей. И фронтальная камера на 5 мегапикселей. Значит, сейчас вы видите, в данный момент, как меня снимает этот телефон. Потому что я веду эту запись на него. То есть, вы видите, как он снимает меня. Вот, все замечательно. Снимаем мы в лесу, в дневное время. В ночное время у него съемка, как и у всех бюджетных телефонов, качество съемки падает. То есть, в ночное, в вечернее время видео снимать, там будет несколько хуже качество. В дневное время все у нас супер. Все у нас замечательно. На селфи-камеру, то есть, переднюю камеру снимать я пробовал. Видео, фоточки получаются такие, ну, более-менее нормальные. В дневное время сгодится. Что же касается у нас начинки телефона. Если я все правильно помню, у нас 4 гигабайта оперативки. Восьмиядерный процессор от Qualcomm. MT67 как-то там. И видеоускоритель тоже я не помню какой. Но то могу сказать. Для бюджетного варианта начинка очень приличная. Я юзал игры, играл множество различных игр. Ни одна у меня не тормозила, не глючила. А также я данный телефон подарил своему младшему брату. Он, как вы знаете, все дети очень любят игры играть. И GTA 5 San Andreas на максимальных настройках идет. Прям вообще замечательно. Игры Asphalt. Я вроде играл на нем. То есть, она требовательная. И все идет замечательно, без всяких лагов, без тормозов. Правда, он нагревается. Тут никак бы не поспоришь. Все телефоны при играх нагреваются. Задняя панелька такая тепленькая. Но что тут уже поделать. Телефон, напомню, стоит в районе 140-160 долларов. Если его покупать на сайте Banggood, там цена 140 долларов заявленная. На сайте AliExpress 160 долларов цена. Но там может быть плюс-минус пару долларов. То есть, грубо говоря, 160 долларов. Еще у нас у данного телефона заявлена большая батарея. А именно, 5500 мАч. Но я ее замерял, там оказалось немного больше. Около 6000 мАч. Батарея у нас держит сутки. Если играть с телефоном, если звонить, если лазить в интернете, сутки она прям держит идеально. Если вам только на позвонить нужно, телефон держит 2-3 дня примерно. Я думал, что он будет держать немного дольше. Но говорю так, как есть. То есть, если вам нужен этот телефон где-то в поход, где-то на работу, если вы игры не играете, батарея прослужит вам дольше, чем один день. 2-3 дня, я думаю, выдержать все будет хорошо. Я же с братом использовал телефон как для того, чтобы звонить, для того, чтобы играть в игры, серфить интернет, смотреть ютубчик. То есть, полностью использовал так, как нужно. И с утра до вечера батарея телефона выдерживала полностью весь свой заряд. Потом вечером пришел домой и поставил на зарядку. Заряжается у нас смартфон в течение 5,5 часов. То есть, вечером положили его на зарядку. Утром встали, он уже на 100% зарядки. Также в телефоне есть режим энергосбережения. Если вы видите, что батарея подходит к своему концу, а вам еще нужно будет звонить на энергосбережение, поставили и нормально, используйте. Значит, подведем итоги. Телефоном я доволен. Он противоударный. У него есть более-менее сносные 2 камеры хороших передних. И одна задняя, тоже также хорошая камера. Ну, уточню, камеры хорошие, но для нетребовательных людей. Если вам нужна прям хорошая камера, вам нужен камерафон, тут уже 30 тысяч рублей примерно нужно будет выложить. Если вам нужен просто неубиваемый хороший телефон для повседневного использования, данный телефон вполне рекомендую. Начинка телефона, как для своей ценовой категории, вполне приличная. И использовать его в повседневной жизни можно. Пишите в комментариях свое мнение о данном телефоне, что вы про него думаете. А также, если вам понравился этот видеоотзыв, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро еще будет много интересных видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.